Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли, и сегодня мы с вами поиграем в такую игрушку, как Фасмофобия. Я её уже когда-то записывал на свой канал, и, собственно, сейчас решил записать ещё раз. Сегодня мы отправимся ловить призрака, и думаю, что у нас всё получится. Ну а перед началом этого видосика, попрошу вас, конечно же, поставить свой лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, и, ребята, написать какой-то комментарий. Ну что ж, всем приятного аппетита, кто кушает, но мы начинаем. Поехали! Итак, для начала давайте выберем, конечно же, задание. Я предлагаю выбрать вот это, я уже немножко здесь прочитал. Собственно, это двухэтажный дом с четырьмя комнатами и подвалом. Предыдущая команда не справилась с этим заданием, теперь всё зависит только от вас. Отправляйте туда и соберите как можно больше улик, а ребята из следующей группы закончат начат. Остальное я вам расскажу позже. Окей, ребят, давайте, в принципе, выберем это задание, и уже, наконец-таки, начнём. Так, что у нас с собой есть? Разный проектор, детектор МВ, фонарик, блокнот, радиоприёмник, видеокамера, фотокамера. Давайте мы ещё, наверное, добавим себе... Давайте мы, наверное, себе ещё добавим термометр. Вот, возьмём его с собой, потому что это реально очень удобная вещь. И, в принципе, ребята, я думаю, то, что мы уже готовы начинать и, собственно, попробуем испытать себя, конечно же, в доме с призоком. Так, стоп, а у нас какая сложность? Сложность любитель стоит? Ну ладно, в принципе, любитель так любитель. Всё, ребята, в принципе, мы готовы и начинаем. Поехали! Так, ну что же, вот мы и заспавнились, и давайте посмотрим на наш план дома. Собственно, такой вот у нас домишка, достаточно большой. И давайте прочитаем, что же нам нужно сделать. Так, определите призрака, остановите призрака при помощи распятия, зажечь благовония возле призрака, найти доказательства призрака при помощи детектора АИМП. При жизни призрака звали Карен Томпсон. Он отвечает всем, кто пытается с ним связаться. Ну что же, ребят, давайте мы попробуем, конечно же, его определить, этого призрака, и а не зляться, когда мы называем их по имени. Я понял. Так, давайте включим ночной режим, и, собственно, вот это вот у нас и есть вход в дом. Окей, что же я с собой, наверное, ребят, возьму? Так, я с собой возьму фонарик. Нифига себе, тут текстуги, кстати, изменились. Вот, так же, ребят, возьму с собой... А это у нас термометр, что ли? Давайте посмотрим. По-моему, да, это термометр такой у нас. Окей. Так, это АИМПшка у нас, блокнотик. Офига себе, ребят, тут текстуги поменяли, офигеть. Так, это, наверное, у нас мощный фонарик. Это у нас, наверное, ультрафиолетовый фонарик. Так, какие у нас еще раз задачи? Тип призрака. Распять у нас нет, благовония даже нет. И у нас зато есть ИМП. В принципе, ребят, я все нужное взял. Это фонарик, ИМП и термометр. Это вот самые такие основные предметы. И можем, в принципе, ребят, начинать. Давайте сначала ключики возьмем от домика. Вот так, собственно, берем их. И, в принципе, ребята, можем уже отправляться. Конечно, ребят, одному стрёмно. Если что-то, на следующий выпуск я позову кого-нибудь с собой. Но сегодня, ребят, я решил заснять один. Так, ну что ж, давайте начнем, конечно же. Вот так вот открываем. И поехали уже, ребята, в наш домик. Ух ты, ядрить, колотить. Конечно, домик у нас достаточно большой. Но ничего страшного, ребята. Попробуем, конечно же, попробуем. Сейчас все мы сделаем. Так, у нас на дворе 19 градусов. Понятно все. Ну что ж, ребят, заходим в домик. Открываем его. И мы уже внутри. Офигеть, ребят, графон как будто подтянули. Реально. Так, давайте мы здесь включим свет. Вот здесь включим свет. Так, и начнем уже, наверное, собственно, искать призрака по температуре. Так, включим здесь тоже свет. Офигеть, ребята, конечно, немножечко одному реально стрёмно. Так, и давай сразу же определим, где же у нас находится источник электропитания. Так, надеюсь, то, что он находится у нас здесь, в гараже. И, собственно, давайте поищем его. Так, не могу найти, не могу найти. Так, а где он? Где он? Где он? Так, стоп, наверное, он в подвале. Черт, ребята, блин, он в подвале. Так, ладно, эту комнату мы закрываем. Про нее мы забываем, потому что здесь вроде бы призраки не появляются. Но если что, это будет наш, так сказать, запасной вариант. Так, давайте немножечко поиграем на этой штуке. Мы не можем? Блин, ну ладно, я думал, что можно играть на пианино. Так, и, в принципе, что мы еще можем сделать? Нужно сейчас спуститься в подвал. Так, давай, подвал открывайся. Он в эту сторону открывается. И здесь нам нужно, ребята, сейчас найти быстренько источник для питания. Так, источник для питания света. Где же он? Где же он? Где же он? А вот он, ребята, все отлично. То есть здесь мы можем включать и отключать свет. Если нам близок отключить свет, то сразу нужно бежать сюда и включать его. Все, эту дверь, наверное, ставим открытой. Выключим здесь свет, в принципе, потому что он здесь не нужен. И пойдем вот сюда. Так, эти двери мы, наверное, ставим. Хотя давайте закроем на всякий случай вот так вот. Так, и давайте, в принципе, ребята, проходим по дому и посмотрим, где же у нас минусовая температура. Так, ну пока что вроде все хорошо. Здесь температура отличная. Так, идем вот в эту комнату. Заходим. Так, здорово, призраки. Че, как тут у вас? Че, кого, бро? Че, здесь кто-то есть? Так, это у нас птичка какая-то. Ух, тут это заяц стрёмный, конечно. Так, гитарка. Значит, у нас здесь 17 градусов. Так, в ванне у нас 15 градусов. Так, а здесь у нас, у нас здесь, наверное, призрака здесь никогда не будет в этой кладовке. Или это гардероб. Да, это скорее комната-шкаф. Вот, ребят, капец, я вспомнил научное название этой комнаты. Вот, но здесь, ребята, тоже вроде бы ничего. Насколько я знаю, то, что чтобы запечатлеть температуру, нужно стоять в комнате примерно секунд 5. Вот, и сейчас мы постоим, и здесь вроде бы все, ребята, у нас отлично. Окей, значит, эти комнаты мы не трогаем и отсюда уходим. Так, в этой комнате, еще раз давайте проверим. У нас здесь, собственно, сколько, сколько у нас здесь? Так, у нас 20 градусов. Хорошо. Но мы на всякий случай ее вставим, поэтому дверь я не буду закрывать. Ну что, показалось мне сейчас, дверь сама начала закрываться. Так, и, собственно, в этой комнате у нас 19. Но я думаю, то, что призрак на втором этаже по-любому. Поэтому пойдемте скорее на второй этаж. Капец, ребят, немножечко здесь у них ступеньки скрипят. Так, идем сюда, включаем в коридоре свет и заходим вот в эту комнатку. Так, сколько у нас? 9 градусов. У нас здесь... Так, 15 градусов, 14 градусов, 16. Но вроде бы здесь все хорошо. Также... Так, вот там уже кто-то у нас, собственно, дверью хлопает. Поэтому давайте мы пойдем вот так вот здесь включим. Так, кто здесь дверью хлопает? А ну открывайте. Здесь призрак, да? Сколько здесь градусов у нас? 22. 16. По-любому он здесь должен быть. 16. Так, 13. Так, 14. Но вроде бы не здесь. Окей, ребят, 12. Стоп, 12 градусов. 10. Так, 11. Ребята, по-моему, мы нашли комнату. Вот это пока что самое холодное. И мы что ставим ее напрямую? Как я сказал, самое холодное. Сразу же температура 20 подскочила. Окей, ребят, погнали в эту комнату. Так, сколько... Ух ты, свет отключили. Так, это хорошо. Все, но мы дверь прикроем. Так, все, ребят, нам свет вырубанули, короче, да? Да, свет вырубанули. Окей. Значит, пойдем вот так вот. Быстренько погнали, ребята. Свет включим. Быстро, быстро, быстро. Кстати, ускорили, ускорили бег. Тихо. Тихо, 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 тихо. Нужно пойти включить свет. Аккуратненько. Вот так вот идем. Включаем свет. Давай, пошли. Аккуратненько. Свет сейчас включим. Чтобы у нас все было отлично. Так, бежим. И свет мы включили. Все, найс. Свет у нас есть. Погнали обратно. Капец, у нас персонаж быстрого стоит. Да что ж такое? Ты что, бегать вообще что ли не можешь? Жесть. Почему в жизни люди бегают по 500 километров и не устают? А ты устаешь. Так, ладно, ребят. В принципе, мы комнату походу нашли. Давайте мы сейчас, значит, термометр выложим. И пойдем в той комнате поставим. Значит, что мы поставим? Мы поставим. Хотя, ребят. Давайте, ладно. Пока его сюда положим. Мы поставим туда камеру. Да, камеру поставим. 4К. Нифига себе. Парасоник. Так. И, собственно, пойдем запечатлим наши огоньки призрачные. Если они, конечно, есть. Ой. Камера выкинул. Так, иди сюда. Все. И давайте, ребят, заходим, значит, в дом. Так. Вот черт возьми. Конечно, ребята, стрёмно. Так. Включаем здесь свет. На улице. Так. И идем в ту комнатку. Поставим там камеру. Потом пойдем в машину. И попробуем определить призрачные огоньки. Так. Ну, вроде бы, пока что здесь ничего. Чисто. Так. Вот эта комнатка, да, походу? Да, вот эта комнатка. Давайте мы камеру как-то поставим. Так. Как ее крутить-то? Так. Крутить-крутить. Вот так вот. Ой, черт возьми. Он здесь, ребята. Призрак уже здесь. Я немножечко испугался. Так. Ну, ничего страшного. Значит, камеру мы ставим. Вот. Как ее поставить-то? Камеру мы поставили, собственно. И погнали скорее в машину. Проверим, записывается ли нам вообще или нет. Потому что мне, что-то, становится уже немножко соревноватым. Так как призрак уже здесь. Я уже его слышал. Вы его тоже слышали. Поэтому давайте скорее побежим. И посмотрим, как раз-таки, сколько у нас там по рассудку. Вот. Потому что что-то мне реально уже немножечко не по себе становится в этом домике. Но, ребята, ничего-ничего. Мы должны, должны, как бы, определить и призрака. И посмотрите. Просто активность его, конечно, подросла. И у меня 79, в принципе, рассудка. Так. Давайте камеру. И смотрим на призрачные огоньки. Так, призрачные огоньки вроде бы не наблюдаются. Так. И да. Призрачных огоньков у нас, к сожалению, нет. Так. Ладно. Что мы еще можем определить? Мы еще можем с ним поговорить. Вот. Мы еще можем... Это что у нас такое? Давайте посмотрим. Это у нас... Это что? Это я не знаю что. Давайте, ладно. Выкинем пока что. Здесь что-то добавили новое? Я реально... А, стоп. Нет. Вот это что с ним говорить? Значит, это фонарик и МП. Погнали на второй этаж. И сейчас попробуем пройтись там и МПшкой и посмотреть, что же она нам выдаст именно в той комнате. Вот. Заходим вот сюда. И вроде бы пока что активность нулевая. Но уже прошло вроде бы 5 минут. Как бы я играю на слушательный любитель. И именно на 5 минутах начинает проявляться активность. Так, сколько у нас есть градусов? У нас здесь 6 градусов. Да, ребят, это 100% та комната. Все отлично. Но пока что до нуля у нас температура не падает. Хорошо, ребят. До нуля не падает. Значит, это у нас точно не минусовая температура. Я имею в виду в записи нашего блокнота. Вот. Поэтому можно термометр выкинуть. Хорошо. Так. Давайте теперь проверим ИМПшкой. ИМП, значит, у нас пока что первого уровня. Так. И что же мы можем еще, ребята, взять? Погнали. Посмотрим, что же еще можем... Так, тихо. Второй уровень. Пятый уровень, ребят. Пятый, 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 пятый был. Давайте скорее свалим. Потому что, возможно, сейчас на меня нападут. Поэтому давайте аккуратненько свалим. Ребят, я видел, был пятый уровень ИМП. Все. Найс. Пятый. Значит, уровень у нас есть. Это хорошо. Так. Что же у нас может быть еще? Давайте запечатлим. Так. У нас ИМП пятый уровень. Просто супер. Так. Давайте, ребят, пойдем возьмем что-нибудь еще. Так. Что же мы можем взять? Давайте возьмем, наверное, этот фонарик. Который ультрафиолетовый с отпечатками пальцев. Так. Им поможем выкинуть. И возьмем блокнотик. Все. Погнали. Теперь проверим вот эти два, значит, наших прибора. Все. Так. Ультрафиолетовый фонарик есть. И погнали. Проверим. Сейчас на втором этаже. Что же там у нас? Да, ребята, отпечатки тоже есть. Найс. Отпечатки тоже, ребята. Есть все. Сваливаем, сваливаем. Все, ребят. Найс. Отпечатки есть. Так. Как тебе выключить? Все. Фонарик этот, в принципе, мы также можем оставить. Давайте мы забежим обратно в наш фургончик. И выкинем, собственно, этот фонарик. Все, ребята. Найс. Это у нас также есть. И, значит, так, отпечатки рук. Все, ребята. Отлично. Теперь погнали. Значит, что мы еще можем взять? Давайте возьмем вот эту штуку, чтобы поговорить с ним. И, в принципе, все. Да. И, в принципе, мы можем определить уже тип призрака. Так. Все. Погнали. Аккуратненько. Главное, чтобы нас не убило. Так. Все. Заходим. Заходим. Так. Как себе домой. Все. Я аккуратненько иду наверх. Меня никто не трогает. Я просто хочу определить, кто ты. И уйти отсюда. Так. Все. Идем. Так. Свет у нас работает. Свет у нас отключили. Так. Вот телефон звонит. Я не понимаю, почему. Все. Так. Давайте положим вот сюда. Вот сюда вот. И будем ждать. Может, нам что-то напишут. Так. Давайте попробуем с ним поговорить. Так. Дай нам знак. Дай нам знак. Так. Не дает нам знак. Хорошо, ребята. Хорошо. Давайте мы пойдем включим, наверное, свет. Так. Тихо. 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 Дай нам знак. Так. Ладно. Погнали быстренько свет попробуем включить. И потом пойдем еще раз проверим нашу книжечку. Возможно, там нам что-то она и написала. Так. Все. Включаем свет. Вот так. Хопа. Свет включен. Так. Дай нам знак. Не знаю, меня вообще распознают по русской речи или нет. Я вообще говорю или нет, потому что что-то у нас здесь ничего не появляется. Ладно, ладно. Так. Hello. How old are you? What do you want? Ну ладно, вроде бы не отвечает. Так. Тогда погнали, ребята. Сейчас. Значит, что мы возьмем? Что еще можно взять? Давайте сейчас все камеры на всякий случай проверим. Ду, какие-то призрачные огоньки там все-таки появились. Хотя они, по идее, должны сразу появляться. И что это там стоит такое? А, это просто там что-то висит, да? Окей. Так. Так, призрачных огоньков 100% нет. Значит, вот это что такое, мне интересно? Может, это датчик движения какой-то? Не знаю. Вот реально, ребят. Не знаю. Если вы шарите, напишите в комментариях. Так. Отлично. Значит, одно мы сделали. У нас осталась только одна задача. И сколько у нас рассудок? 68. Активный, кстати. Сейчас подскочил, ребят. Погнали пока активность хорошая. Быстренько проверим наш блокнотик. Быстрее, 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 быстро, 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 быстро. Так, в принципе, я уже могу попробовать определить тип призрака. То есть, у нас уже какие-то факты не совпадают, какие-то совпадают. Вот. И, в принципе, мы уже легко можем его определить. Так. Но все равно я хочу его как-то запечатлеть. Так. И в блокноте у нас ничего нет. Давайте еще про вас не поговорить. Так. Hello. Дай нам знак. How old are you? Ну, что-то, ребят, она не отвечает. Так. Ой, подождите. Здесь вещи разбросаны, что ли? Они до этого были, интересно, разбросаны или нет? Интересно, ребят. Если разбросану, то это, скорее всего, полтергейст, потому что он любит вещи разбрасывать. Ну, да уж. Возможно, это он, кстати. Так. Ладно. Погнали. Еще сейчас быстренько кое-что проверю. Так. Быстренько, быстренько. Так. Стоп. Нет. Давайте я еще раз термометр проверю. На всякий случай. И вдруг все-таки температура минусовая. Хотя у меня, по идее, должен появиться пар изо рта. Но у меня он не появлялся. Так. Температура 6. Нет, ребят. Минусовой температуры нет. Значит, погнали. Определим быстренько, кто это. Если что, вернемся в дом. Еще раз на блокнотик. На всякий случай, ребят, в контрольный проверим. Вот. Потому что через это она мне не отвечает. И вообще она какая-то молчливая. Так. Активность у меня, кстати, сейчас упала. Когда я пришел домой. Когда я вошел в дом, активность упала. То есть, когда я был в фургоне, активность поднималась. Когда я пришел, активность упала. Как будто она меня боится, а не я ее. Собственно, что у нас может быть? Так. Давайте проверим. Значит. ИМП у нас было. Радиоприемник у нас нет. Отпечатки рук у нас есть. Огонька нет. Записки в блокноте нет. Минусовая нет. Лазерный проектор. Лазерный проектор. Это горе. Чего? Так. Возможно, ребята, вот это как раз таки и есть. Наш лазерный проектор. Поэтому давайте попробуем его как-то установить. Ребят. Я реально не знаю, как им пользоваться. Давайте попробуем. Так. А ну иди сюда. Так. Давайте. Так. Аккуратненько заходим. Так. А как его ставить? Я реально, ребят, не разбираюсь. Но. А. Вот. Наверное, вот так он нужен. Давайте поставим тогда и в коридор где-то. Вот сюда. Или в эту комнату поставим. Давайте в коридоре поставим. Вот так вот. И. Ставим. О. Офигеть, ребята, что это такое? Прикол. Офигеть, ребят. Смотрите, как это круто выглядит. Так. И по идее, она что тут должна появиться, что ли? Вообще, ребят, не знаю, честно. Я вот про эту штуку только сегодня узнал. Обалдеть. Так. Ну, я слышу, как она там дверь открывает. Слышишь ты? Иди отсюда. Честно, не знаю, как она будет здесь определяться. Но вроде бы. Давайте еще блокнотик проверим. И блокнотик тоже пустой. Ну, тогда получается, если у нас другого ничего нет, то это лазерный проектор, скорее всего. Давайте сейчас пока что мы вот так вот здесь встанем. И прочитаем, что же это за горе такое. Горе. Офигеть. Так. Давайте вот сюда, значит. Йокай. Ханту. Нифига. Это новые какие-то призраки. Так. Горе можно увидеть только под светом в азерном проектором. Припосмотре через видеокам... Ааа. Через видеокамеру. Слабое качество горе будет прятаться от камеры, если рядом кто-то есть. Слабые стороны. Горе редко у каждого своего места смерти. Ё-моё. Хватит звенеть телефон. Он упал, кстати. Так. Ну давайте камеру туда поставим. Туда. Так. Куда её можно влепить-то? Вот, наверное, как-то... Давайте шкаф, наверное, откроем. Вот так. Можно как-то вот в шкаф поставить? Вот давайте так откроем. И камеру... Нет, нельзя. Ну... А, может, вот сюда можно? Давайте так поставим её. Так. И вот так вот. И ставим её. Всё, ребят. Погнали скорее. Фургончик. Будем смотреть оттуда. Потому что в доме я что-то... У меня нет желания особого смотреть. И, возможно, у нас она прямо сейчас там появится. И, возможно, мы сможем её запечатлеть. Давайте, ребят, посмотрим. Давайте посмотрим. Так, Са, ну-ка, переключаем камеру. И смотрим, ребята, через камеру на лазерный наш проектор. Так. Ну, вроде бы пока что всё чисто. Даже так чисто. Ну что ж. Смотрю, смотрю, смотрю. И вроде бы здесь никого нет. Никто не появляется. Поэтому, ребята, я не знаю, честно, что же это может быть. Так. У нас активность поднимать. Погнали скорее. Последний раз проверю наш блокнотик. Если там ничего нет, то, значит, ставим, наверное, лазерный проектор. Может быть, может быть, я как-то не увидел что-то там. Может, я его неправильно просто поставил. Поэтому у нас, собственно, на нём ничего нет. Но потому что другого реально не знаю, что у нас вообще может быть. Так. Через эту штуку она мне не отвечает. Так вот. Дай нам знак. Вот реально не говорит. И здесь тоже у нас ничего нет. Всё, ребята, ладно. Тогда ставим. Получается, что это проектор наш. Вот этот. Хотя я её здесь не видел. Но, в принципе, ладно. Так. Ну, в коридоре там кто-то есть. Здесь никого нет. Всё, ребята. Давайте скорее тогда свалим. Аккуратненько сваливаем. Так. Хопа. И всё. Так. Но, в принципе, сегодня мы призрака не засняли. Но, ребята, зато мы, собственно, чувствовали его присутствие, наверное. Ну что ж. Тогда получается ставим лазерный проектор. Ставим, что это горе. И, в принципе, думаю, то, что можно уезжать. Не знаю. Это сейчас как бы 50 на 50. Или угадай. Или же нет. Но сейчас посмотрим, ребята. Мне почему-то кажется, что я не угадал, если честно. Так. И это был горе. Я угадал, ребята. Офигеть. И мне дали 20 баксов. Ну, потому что, как бы, второй тридцейль я просто не смог выполнить. А, кстати, надо было ещё фотографии поделать. Там же дополнительные баксы. То есть, если ты просто хотя фотки делаешь. Ну, ладно. Уже, ребят, получается в следующий раз. Но, в принципе, ребят, на этом я думаю, то, что можно закончить сегодняшний выпуск. Если вам понравилось, то ставьте свой лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Но, ребята, как всегда, с вами был я, Твикли. Я не прощаюсь. А говорю вам до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok